Владимир Путин выражает глубокие соболезнования семьям погибших в Одессе. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, отныне Россия фактически утратила свое влияние на ополченцев Юго-Востока Украины. После трагических событий в Одессе любой стране будет крайне сложно уговорить людей разоружиться, так как их жизни есть прямая угроза. Песков добавил, цитирую, Киев и западные спонсоры фактически провоцируют кровопролитие и несут за это прямую ответственность. Они должны понимать, что ответственность лежит именно на них. Говоря о выборах на Украине, пресс-секретарь президента России замечает, что, цитирую, «после того, что случилось в Одессе, после того, как раскручивается спираль преступной конфронтации против собственного народа на юго-востоке страны, мы искренне не понимаем, о каких выборах могут вести речь в Киеве, о каких выборах могут говорить в европейских столицах, а также в Вашингтоне». Конец цитаты. И последнее. По словам Пескова, в Кремле пока не готовы ответить на вопрос о возможной помощи юго-востоку Украины в связи с последними событиями. Для российских властей это, по выражению Пескова, новая линия. Президент России фактически в круглосуточном режиме продолжает получать информацию о происходящем на юго-востоке Украины. Ему докладывает разведка соответствующих ведомствах. Он также черпает информацию из сообщений. Докладывают ему и по линии его администрации и других юр. За последние случаи мы получаем тысячи телефонных звонков из юго-востокных регионов Украины. Звонят в отчаянии, они просят о помощи. Они свидетельствуют о чудовищной ситуации, которая там складывается. Подавляющее большинство буквально требует действенную помощь со стороны России. Фактически каждый звонок – это мини-трагедия. Обо всех этих звонках Путину докладывает. Президент России испытывает крайнюю беспокойность в связи с тем, как развивается ситуация и в связи с тем, как она трактуется в мировом сообществе, в некоторых странах мирового сообщества. Путин испытывает глубокое возмущение действий на киевских войсках, которые можно квалифицировать только как преступные действия. Президент испытывает глубокую шкор и сострадание. В связи с тем, кто, к сожалению, погиб в результате карательных действий и кто получил ранение. К сожалению, не имеем возможности официальному Киеву выразить соболезнования, как это принято в международной практике, потому что как такового официального Киева не существует. Нет в Киеве любительных властей. Но, тем не менее, президент выражает свои соболезнования родственникам убитых киевским режимам, заживо сгореться в Одессе. И желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате уже упомянутой карательной операции. Трагедия в Одессе, когда националисты и радикалы явного попустительства властей заживо сожгли безоружных людей, я подчеркиваю, люди были абсолютно безоружны. Это именно преступления. Власти, которые находятся в Киеве, они не просто несут ответственность за это преступление, но и являются участниками этих преступных действий. Практически их руки уже по локоть.